Ну а теперь пару слов о четвертой самой крупной вылазке на Бирчу, которая состоялась уже почти через неделю 15 декабря. На этот раз речь шла не о достижении сей минутной выгоды, а о прорыве кольца осады и присоединении к основному ядру австро-венгерской армии, только что преуспевшей битве при Лиманове и продолжавшей наступление, направленное на отвоевание Восточной Галиции. В ней в этой вылазке приняли участие 24 пехотных батальона при поддержке 15-ти артиллерийских батарей. Хотя рейд был тщательно подготовлен и до последнего момента держался в секрете, русские были... Кайзер и Франц... Иосиф, Иосиф... В союзники... В союзники... Каково, не? Это хибай, сэр, герцог... в барабарин bereотночь, в отверхе сэр, герцог... сэр, герцог... Сэр.. Иосиф, Салиг... Сэр, герцог. В барабарин... В барабарин... Русские были предупреждены об этой атаке от своей шпионской сети, действовавшей внутри крепости, и не были удивлены. Атака началась в 6 утра, и заняв передовые позиции русских на Папельной горе, застряло у Рокшица и Витошинцы. Ведущие его венгерские пехотинцы застряли здесь и сломили сопротивление только на следующий день. 17 декабря окончательно было, однако, остановлено. Хотя гонвиасы взяли далекую гору Капыстанку и удерживали ее, несмотря на яростные контратаки русских, дальше они идти не могли. На следующий день был нанесен сильный контрудар царской армии, остановивший вылазку. Венгры с трудом держались на линии Попертенка, Бриэлинцы, стучино рассчитывая лишь на прибытие подкрепления ожидавшегося с юга. Взамен, однако, поступили сведения, что он был, этот поход подкреплений, остановлен в районе Сан-Нока и Лиска, то есть в 20 километрах от достигнутых вылазкой рубежей. В этой ситуации дальнейшее продолжение наступления было бы бессмысленным, тем более, что противник только что угрожал северному рубежу обороны. К вечеру измученные войска были отозваны на исходные позиции. Вылазка стоила более тысячи убитых, хотя было возвращено 233 пленных. Тем временем, воспользовавшись обязательством большинства боеспособных австро-венгерских войск, солдат на юге русские атаковали на севере и захватили высоту 264. На гурах возле Гнатковицы, наконец, обеспечив свободный марш своих войск к Ракову. Несмотря на интенсивные контратаки, проводившиеся в основном до 22 декабря, гонведы не смогли его отбить. В итоге, вся акция 15-22 декабря стоила еще 5000 раненых, убитых и пропавших без вести. А результат ее был отрицательным. Мало того, что кольцо не было разорвано, но дополнительно был потерян контроль над важным коммуникационным путем. Путем. Мало того, что мы уже не пойдем, а потом нет помещений. Мы уже рассмотрели. Сейчас пойдем в главную, главную, главную этой будову, форту, казарную. Смотрите, кафе, будем сказать, будки бортовников. Это через весь. Звое встань. Звое встань. Сейчас придемся по казармам. Звое встань. Звое встань Звое встань. Это вторичные зенки О, сейчас пойдем тут Волончим, святого Так, можно волончить эту арку А, ну это просто из снарядов Заробили такие умельцы Из-под тиску Заробили, ну это жутко взялазли Монеты Какие-то там иные Читаю Венгерский желниш поэта В Твердзе Вот что они Шут офицеров Шут офицеров Желнижа отдела Венгерских ворчонцах В обреженном шлине Знайдовался По волонам Досовы Войсковы Музыцы Спиваться Артисты Поэти Организовали они Восполками Все дело В сельских концерты Вестемпы Артистичные Поземы Для мешканцев Обреженной Твердзи Войска И Анны Желнижи И так да Кто что вроде не написал А, Гезе Гею Да, он на Лентоне Я видел Вот там Да был взят до него Я написал Томик Поэзии На Польских Ланках В Шеогнистках Полевых Так его называлось Кторые В Шеомысли Ну, доброе Это мы все можем В интернете прочитать Вот такие Вот То, что тут Сон переменится Это ясно Да Ну, надо Стэмпу Пятая вылазка Была предпринята В надежде Что предыдущая Победа Усыпит Бдительность Русских Так случилось уже 28 декабря На этот раз Результаты Были еще Однако хуже Штурмовая Группа В составе 15 батальонов Сумела Выйти только На передний край Противника И не смогла Пробить Заградительную стену Неприятеля Потеряв Еще 300 человек Шестой Выход Причиной Планирования Шестого Боевого выхода Стало Плохое состояние Гарнизона Вызванное болезнями И нехваткой Продовольствия Поэтому Наступление Планировалось В восточном Направлении Как Предполагалось Наименее Защищенным И плоском И Позволяющим Застать врага Врасплох Кроме того Рассчитывали Что в окрестностях Мастиски Находятся склады С продовольствием Для осаждающих Русских войск Уничтожение Которых Понизит Боевой дух Русских А при благоприятных Условиях Предполагалось Соединиться С армией Генерала Карла Фланцер Балтина Таким образом Шестой Последний Боевой вылет Состоялся 19 марта 1915 Года План Отчаянной Атаки Был такого Отборные Ударные Отряды Без артиллерийской Подготовки Должны были Бесшумно Подойти К переднему Краю Противника Прорвать Оборону И сломить Его Сопротивление В окопашной Схватке За ними Должна Была Двигаться Целая Куча Боеспособных Бойцов Открывая Дорогу Остальному Гарнизону Каждый Из них Получил По три Мясных Консервы В качестве Еды На дорогу Что Должно Было Позволить Им Добраться До Спасательных Складов Мастиски В передовой Части Традиционно Должны Были Входить Гонведы Из 23 Гонведской Венгерской Дивизии За ними Следовали Сводная Дивизия Генерала Фейцент Дорфера 97 Ландштурмовская Бригада Генерала Майора Вебера 108 Бригада Общего Движения Полковника Мартиника И Сводная Бригада Майора Клойбера Дальнейшие Действия Должны Были поддерживать 18 артиллерийских батарей Добрый день Добрый день Дальше Прогласили Святла Прогласили Включение Чего Добрый день Что мы тут видим Экспозиция Кайзер Франц Йосиф Франц Йосиф Франц Йенц Франц Йенц Франц Йенц Франц Йенц Вот это забытковые, а вот это курительные трубки, файки, ну что ж это музей файок, а это потиски, потиск артиллерийский весь малый, такую холеру поноси, вот ботишка отынаешь, вот это исторический, а по мне резко тихо тушат, это пуговец, пряски, даже вот загарки, такие у меня были от прадеда загарки, я не могу себе простить, вот такие вот афтен, или у меня загарки швейцарские, файки, 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 запальники. Однако реализация плана отличалась от первоначальных предположений. Большинство из голодавшихся солдат, несмотря на эпидемический запрет, тут же ели консервы, что вызвало массовые расстройства желудка, диарею и даже несчастные случаи со смертельным исходом. Саперы же проделали слишком узкий проход через колючую проволоку и минные поля, что привело к значительной задержке выхода частей на исходной позиции. В результате удар произошел не в темноте ночи, а в сером утре, что значительно ослабило эффект внезапности. Тем не менее, венгры смело взяли с марша первые русские рубежи и продвинулись к главной обороне противника. Однако он не был удивлен. Атакующие были встречены сильным артиллерийским и стрелковым огнем, что сразу же привело к катастрофическим потерям. Когда все же наступление ворвалось в окопы противника, их мужество оказалось напрасным перед лицом его значительного численного физического превосходства. Стало ясно, что, несмотря на их усилия по сохранению секретности плана нападения, каким-то образом проник этот план к русским, и они были к нему прекрасно подготовлены. Однако отчаянная атака продолжалась, так как гарнизон Пшемыслия понял, что это их последний шанс. Однако после семи часов боя он превратился в безнадежную бойню. В этой ситуации Кусманок отдал приказ прикатить бой и вернуться в крепость. Однако итоги оказались трагическими. Из 8500-23 Ганведской пехотной дивизии вернулось лишь 2662 человека. Большие потери понесли и другие части, участвующие в аварии. В 14.00 последние войска, участвующие в вылазке, вернулись за линию кольца, а крепостная артиллерия сорвала запланированный русский ми-контр-удар. Однако это не меняло того факта, что крепость потеряла своих последних лучших защитников, и надежды на прорыв не было. Приостановка наступательных действий, ввиду ухудшения состояния истощенных солдат, неспособных дольше напрягаться и последующего отхода основных астро-венгерских сил на Карпатскую линию, Кусманок приостановил на время все наступательные действия, пытаясь только улучшить оборонительное состояние самой крепости. Поэтому были усилены репрессивные действия против всех проявлений нелояльности, в особенности против подрывной деятельности шпионажа и дезертирства, были введены дальнейшие сокращения продовольственных пайков. Наконец, 23 марта 1915 года, Шимуйская крепость капитулировала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok